Пален, я ебав, ща пройдут. Убийца детей в таком случае не следует убить его? Стирш, да ты же один из тех беглых преступников, за которых назначена награда. Совершенно верно, друг мой. Я участник единственного удавшегося побега из самой неприступной тюрьмы Уотердейпа. Напогоди, рубить с плеча, выслушай меня сначала, пожалуйста. Я не смог выполнить задание. Ха-ха, ну-ка ты, Алан, постучись-ка в дверь. Ой, боже, бедный Эрик. Никогда такого не видал. Ха-ха-ха. Полуорк с топором врывается. Сейчас мы тебе поможем в твоем задании полюбить эту бабу. Привет. Кипец. О, двойник, здорово. Эй, что вы себе позволяете, почему вы ломаетесь комнату к человеку? К человеку? Зверь, так, дверь же не зря была заперта. Кто ты? Ха-ха, такой с ноги выпил дверь. Заходит, прикиньте, он просто в реальности. Кто ты? Какого хрена выйди отсюда, блин? Твой отец сказал мне, что тебе нужно приободриться. Ха-ха. У него все штаны приободрились сейчас, наверное. Вообще еще под кровать натекло, блин. Ха-ха-ха. Вот это вариант вообще топ. Может вырвать эту несчастную брошку из твоих окоченевших мертвых рук. Благодетель пришел. Вот сейчас тут порешают, короче, все. Рыдашки, всем привет, добро, пожаловать на прохождение. Замечательные игрушечки. Never Winter Night, Staticion. Вот, и все, я поправил, в общем, перевод. Теперь этот жутко грыз. Теперь у нас стал грим-гнов, все нормально. Вот. И в прошлой серии мы дошли до последней, видимо, локации. С Чарвуда, да? Ну, до самого Чарвуда не дошли. Мы дошли тут до фермы. Он сказал, что его беспокоят волки в какой-то пещере. Поэтому, наверное, мы сейчас туда и направимся с этим волками разбираться. Посмотрим, что там да как. Вот, единственное, тут пещера. Вот она, да? Ой, ты раз. А может, спасем? Ага, конечно, он поет очень долго. Два раза так. Ну, минус одна корова, ну, что поделать. Такие дела. Так, вот чё, шкура. Хотя, ну, чё, шкура порвана и потрёпана в нескольких местах. Она выглядит и так, что за неё всё ещё можно борщить неплохие деньги. Ой, пипец. Куда её теперь класть-то, чёрт возьми? Блин, у нас всё забито вообще. Блин, всё... Блин, короче, в следующей серии надо обязательно будет разобраться с ней, да? Так, а много ли она весит? Много ли корова даёт молока? 0,5. Ну, ладно, пойдём. Тогда просто возьмём. Вот, а, вот ещё шкура. Наверное, этому торговцу, о, этому фермеру, вернее, мы, наверное, за каждую шкуру он нам будет платить или чё-нибудь типа такого. Так. Ну, погнали. Ужасный волк, ужасный волк. Ага. Ну, они пополовине весят, поэтому я думаю, что проблема большая была, но... Дайван, ты меня не пугай. Ой, пипец. Дайван, ещё и маньяк, конечно. Кстати, может быть, из-за того, что мы стреляем вампирскими стрелами, белый урон-то стал. Типа он у нас ведь теперь не физический, да? Или какой? Какой-то там этот. Может, я зря бычил на торговцев-то. Я и забыл, что мы этими стреляем. Так. Вампирский без стрела. Блин, у нас этих вампирских стрел просто пипец. Так. Попёрли дальше. Куча костей. Вон, вон, вон эти рожи. Да. Да подожди ты. Да иди ты в задницу. Блин, под курсор лезет, зараза. Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! Да, он вообще без меня прекрасно справляется. Я! Да хватит банки пить. Ты давай стреляй, блин, населок. Пока банки пьёт, быстрее его убьют, нахрен. Серия. Так, отлично. У нас проход. Серебряная спина, я понял. Значит, нам туда, да? В серебряной спине. Блин, а места-то уже не хватает, чёрт возьми. Надо быстрее в чар вот докупить этот сумок. Сумок-сумок-сумок. Так, где там нет её? Нормально. Вот тут такой узенький проход, они как раз и не пройдут. Сейчас ещё завалят его, и вот прикол. Давай, брат, я верь в тебе. По 14 стоп, это сюда. Да. Давай-ка его подхилим, а то ненароком сейчас помрёт ещё. Вот так, ну и хватит. Пойдёт. Так, куда все эти шкуры девать-то, пипец. Очень не хватает кнопки сортировка. Типа, чтобы, знаете, он выровнял более-менее те вот эти предметы. Так. Ужасный волк, ужасный волк. Ну давай. Наверное, давай сначала тут осмотрим. Тут вроде как тупик. Этот лоботряс пускай там пока дерётся. Так, амулет от Нэр Аби... А, нет, спас броски воли, фигася. Я, мол, этот светящийся бульон. Кстати, кстати, в этой... В этой главе светящихся бульонов нет, да? Умри, 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 умри. Куда я лану обердисты критит? Блин, какой же он дебил, а? Умри, 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 умри. Ну а каритура? Так, чёрт в тюрьме читали. Сапфир читали. Всё читали, мы всё читали. Так, ладно, окей. Получается, осталось только вот это вот... Серебря на спина. Или как это там? Сера, седая спина. Ай, началось. Так. Так, 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 так. Сюда, сюда. Вот про этот менеджмент я и говорил. Так, наверное, сюда вот так сделаем. Так, тут у нас ещё можно что-то вот это вот запихнуть. Вот так. Это сюда. Наверное, вот так вот сделаем. Вот так. Я не в силах нести такую ножку. Слишком тяжело. Блин, да, ребят, мужик. Давай, терпи. Так, а чё у нас? У нас ещё сила. Давай ещё попробуем. Вот, хватит. О, отлично. Ещё силушки богатырские ещё немножечко добавили. Фига мы тут нашли этих всяких. Всяческих, всяческих нашли. Пипец. Так, битком. Битком вообще просто битком. Так. Ужасный волк. Да и ладно, давай, разбирайся пока. Нам надо, видимо, перед этим, перед... Я не смог выполнить. Да, надо портальнються, наверное. Мне кажется, тут сейчас вообще будет задница. Давайте, наверное, портальнюемся, продадимся. Потому что у нас там просто уже прям... Да-да-да. Так, совершить покупку. И надо, наверное, разгрузиться всё вот это вот. Но в любом случае, сейчас продаёмся. По крайней мере, хотя бы будет у нас местечко какое-то, да? Так, здесь всё ингредиенты, ингредиенты. Индегредиенты. Так, пальцы два. Вот это вот всё лабуду продаём. Продать. Так. Это всё мы знаем. Лес и Невервинтер. Это у нас оказывается берег Войнива. Так. Это всё нам надо. О религиях. О правителях. Твердыня. Это всё мы читали. Читали, читали. Читали. Так. Проща поиска. Давай тоже её толкнём. Так. Вот сейчас бы кнопочку нажать, чтобы они, она, типа, знаете, этот... Ну, они выстроились нормально, блин. Так, упражнение магии сюда. С воли плюс четыре. Конечно, круто, но бессилку нам. Так. Так. Так, это всё у нас кому-то надо отдать. Не знаю, кому. Кому-то надо отдать. Так, это всё продаём, продаём. А. Азбука. Ага, понятно. Это тоже всё этот. Так. Здесь у нас всё ингредиенты. Окей. Баль, пипец. Тоже всё кому-то надо отдать. Пёс её узнает, кому. Так. Ну, по крайней мере, хотя бы у нас теперь место освободилось. Пойдём. Можно дальше фигачить. Сколько у нас? Получас. 233. Нифига мне в этого. Я не смог выполнить задание. Блин, все три заперты. Ты подумай. А, нет. Вот не заперты. А, там, наверное, он этот разломал, что ли? Нифига себе. А когда успел-то? Мне челы, чёртов. Так. У нас осталась эта серебряная спина. Седая спина. Или как там её? Так. Вот здесь был или нет? Фиг его знает. Так, погнали. Насчёт бафов ещё хрен знает, долго ли у нас висеть будут. Но пока висят. Да ладно ты, тупица. Так леща и дал бы. Побежал куда-то в стену, болван. Таким опытом... Ой, таким образом. Сколько у нас? 7, 6, 800. Нам опыта надо. Не так много уже, кажется, да? Опыт-то полетел, пипец. За всякие задания, вот, волняждок, неплохо. Дают задание. Ох. Так. Блин. Через жопу, конечно, вышли. Ну ладно. По крайней мере, хотя бы... Хотя бы вышли. Так. Где там вот эта чёртова серебряная спина? Вот честно слово, если бы не... Это... Не карта, я бы 100% подумал, что мы всю пещеру кругом оборачиваем. Вошли, и вот сюда бы я не зашёл бы, 100%. Так, да и ладно, давай я, наверное, сразу наколдую. И, наверное, вот так вот сразу. Опачки. Кто вошёл в моё логово? Может, с ней поговорить что можно? Она что говорит-то с нами? Обалдеть. Ох. Покича опять кританёт, можно будет поговорить с ней. Аааа! Тебе меня не победить! Тебе меня не победить! Не-не-не, нифига. Сражаться. А, во-во! Фига себе! Ты сильнее! Опять чуть не этот сам, не кританул. Ааа! Вот тебе моё горло! Вонзай в него зубы, оно твоё! Ты умеешь разговаривать? Тогда отвечай на мои вопросы. Как хочешь, человечья порода! Где ты научилась говорить? А то она... Так, ну давай. Моя мать служила человеку-рейнджеру. Он научил меня этому глупому языку, когда я была ещё щенком. Кто этот рейнджер? Никто. Никто, он мёртв. Он послал мою мать сражаться с демоном. А сам хотел убежать. Я сама загрызла его. Плохо служить человеческой породе. Слишком дословно перевёл. Ой, рассказал. Ещё хуже служить трусу. То, что я разговариваю с тобой, доказывает, что я не из трусливых. И я не пойду за тобой, человеческая порода. Если ты об этом собираешься просить, я прошу только оказать мне небольшую услугу. Твоя отвага заслуживает Я не последую за тобой Но проси меня о чем-нибудь еще Я хочу, чтобы ты перестал охотиться на скот И на людей, конечно Много лет я не ел И ничего вкуснее их мяса Но я сделаю то, о чем ты просишь Здесь вокруг достаточно оленей для корма Получен опыт 200 Нормально, пойдет По крайней мере, хотя бы разрешили ситуацию Мне не хочется убивать ее Потому что она обычный Обычный зверь, да Манчкинство манчкистом, опыт опытом Но именно мы еще Стараемся персонажа отыгрывать Он у нас добрый нейтрал Соответственно Каждый имеет право на существование А она просто пропиталась То есть по сути она не злая, да, никакая То есть она тоже нейтральная Вот, и мы В каком-то этом плане Даже на друида похожи Она просто зарабатывала себе на пропитание Поэтому Нормально Поэтому нормально Так, пойдем Блин, корова, зараза Перекрыла вход Даже к этому Не дойти было Так Где он там? Корова, корова, корова Вот он, Пит О'Дил Приветствую А, вы вернулись, Сорт Ну как Есть хорошая новость Принесли вы мне голову этой волчицы Серебряной спины Ну, Серебряная спина не погибла от моей руки Но мы поговорили Что, что? Ба, да кто я такой, чтобы спорить? Я и сам то и дело с коровками разговариваю Да, но волки ведь хищники Чего вы взяли, что они перестанут? Она дала мне слово Она сдержит его Очень хорошо Пусть так Пусть так Может мне стоило бы рассудить иначе Но я вам верю 300 золотых, о которых мы договаривались Будет достаточно? Думаю, я служу и большей награды О, еще 300 и опыта сюда Правда, может шкуры и не такие дорогие, как я вас убеждал Вот, 375 золотых Это все, что у меня есть А стадо восстановится только через несколько лет А теперь прошу прощения Мне надо в порт Лас ехать Заново у микоровами Еще раз спасибо, милорд Окей Так, а мы можем... Блин, фига Фига, опять Блин, задрали они в стену уходить Это, конечно, трэш Машмарка, может быть? Так, а можем мы как-то Поторговать шкурта Кому-то продавать надо Привет, вы? Опять вы, что ли? Так, мне все интересно Ну так, ладно Тут все у нас нифига, да, короче? Ладно Все, тогда получается у нас В Чармут остался Поэтому, по-первых, никуда В Чармут мы посмотрели тут Всем помогли В этой части Долины Или что-то такое Не знаю Долины О, бык, курица Так, еще что-то О, какой-то монах Стирш какой-то О, достойный противник Приветствую Я Стирш Убийца детей Недавно сбежавший Из тюряги Уотердипе Я и четверым Их товарищей По побегу Теперь среди Самых разыскиваемых Преступников По всему Побережью мечей Болен, я ебав Ща пройдут Убийца детей В таком случае Без тебя Стирш Так ты же Один из тех Беглых преступников За которых назначена Награда Совершенно верно Друг мой Я участник Единственного Удавшегося побега Из самой неприступной Тюрьмы Уотердипа Напогоди Рубить с плеча Выслушай меня Сначала Пожалуйста Зачем Зачем Этому не слушать Гном О, мальчик У меня На все найдется Причина В конце концов Тебе ведь не смерть Моя нужна А только ее Доказательство Тот кто внимательно Читал объявления О назначении Награды Знает Что в качестве Доказательства Им нужно только Мое татуированное Ухо Если ты Сохранишь Межизнь И выслушая Что я тебе скажу Я сам срежу Ухо со своей головы И отдам тебе В качестве Доказательства Если этого Было недостаточно Я в придачу С удовольствием Расскажу тебе Где можно найти Некоторых моих Компаньонов Они так же Виновны как и я И награда За них такая же Но давай же Послушай что я тебе Расскажу Разумеется Ты полагаешь Что в этом Что то есть Пятеро заключенных Сбежавших Из самой Неприступной Тюрьмы Уотердейма Разве тебе Не любопытно Кто мы Как это мы сделали Ну ладно Как ты выбрался Я как раз Собирался Об этом поведать Раз Рад был Заметить Искорку нетерпения Что в раскачало В воздухе Между твоими ушами Господи Я оказался В тюрьме Что было Весьма не кстати Я нашел Господи Что такое со мной Я хотел выйти Чтобы вернуться К тому делу Которое у меня Лучше всего Получается Я обнаружил Что побег Из тюрьмы Уотердейма Считается невозможным И понял Что для осуществления Невозможного Мне понадобится помощь И так Ты отправился К другим заключенным Так и есть Ну не умница ли Кто-то определенно Сегодня встал С той ноги Итак Верно Я установил Отношения С Зором Далилой Вайверном И Эсгаром А подожди Этот Минотавр Там какие-то Три буквы Я забыл Какое-то имя Мне смешно Зор Какой-то Я знал Что все они Заинтересованы В побеге И в отличие От остальных Мехало дают Необходимыми Талантами И что это за таланты Единственно Нужные таланты Те Что заработают Только вместе Зор был Здоровенный Зверюга Он мог Опрокинуть Ворота Или проломиться Сквозь дверь Яды Далилы Помогли Вывести Из строя Многих Стражников Тюрьме А Вайверн Смог вызвать Животных Которые Помогли Нам бежать Он И использовал Их Чтобы обмениваться Сообщениями Отвлекать Внимание А какой Был твой Вклад Я Я помог Собрать Это все Воедино Моим Вкладом Были Мозги Которые Выработали План И руководили Слаженной Работой Ну Со мной Руководил Еще и Эсгар Но он Был Вроде Как Для Понту И Его Больше Слушались Пока Что Твой Побег Еще Не Увенчался Успехом Ой Неправда Никто Еще Не сбегал Из этой Тюрьмы Мы Были Первые Наружу Мы Выбрались Конечно Сейчас Нас Еще Могут Поймать Но Это Уже Ничего Не Изменить Мы Сбежали Ну Так Что Теперь Мы Сыграем В игру Ты Меня Побьешь Я Отрежу Себе Ухо И Отдам Тебе Поскольку Тебе Ведь Только Одно Нужно Не Так Ли Награду Ты Получишь За Мое Ухо Ну Смотря Какой Ты Блин Ты Может Мничела Какой То Игра В которой Мы Сразимся Самая Старая На Свете Я Называю Тебе Слово А Тебе Надо Ответить На Него Другим Словом Которое Может Победить Мое Но При Этом Не Является Его Противоположностью Интересно Если Ты Победишь Я Скажу Где Долила И Отдам Тебе Мое Драгоценное Ухо Если Нет Выясняем Отношение На Клинках Блин Вот За что Опыта Больше Дудут Я Не Знаю Так Мы Сохранились Перед Разговором Поэтому Нормально Так Можешь Ты Мне Показать Как Играть Ну Например Я Назову Тьму Если Ты Скажешь Свет Ты Проиграешь Потому Что Это Противоволожное Понятие Ты Можешь Однако Сказать Свеча На Что Я Могу Ответить Ветер Ну Ладно Давай Сыграем Надеюсь Ты Достойный Противник Давай Начнем Посмотрим Давай Начнем С малого Мое Слово Тьма Так Свеча Солнце Как Верно Блистающая Сфера Солнца Хоть и Создает Тьму Отбрасывает Тени Но и Побеждает Ее Своим Сиянием В таком Случа Мое Новое Слово Облака Так Что У нас Облака Может Раз Раз Да Противоположное Облака Блин Я не знаю Че Че У нас Побеждает Ветер Наверное Дождь Черт его знает Камень Молния Вот Либо ветер Либо молния Либо камень Ну как это Побеждает Зараза Я тоже могу сказать Кучка Говна Блин Сапог же Не назовешь Блин Пипец Че Что угодно Может быть Боже Ты мой Давай Дождь Дождь Порождение Облака Но В твоем Падении Он не Отрицает Родителя Я Победа Это Значит Что Я Не Буду Не Предлагать Тебе Свою Уход Не Намекать На Месо На Хождение Так Ну я Помню 87 Опыта Я Понял Блин А Чего Ответить Вообще Не Представляю О Это Мы Так Далеко Сохраня А Нормально Так Подожди Давай Давай Заключенным Тра-та-та Что за талант Тра-та-та Вклад Ну так Что Тра-та-та Давай Сыграем Продолжить Мое слово Тьма Давай Солнце А Вот Облака Как раз Насчет Солнца Они Да Они Закрывают Солнце Да А что Может Победить Облака Давайте Логически Подумав Лето Может Вообще Бред Никак Ветер Может Разогнать Вот Наверное Ветер Молния Это порождение Тоже Из облаков Правильно Солнце Никак Не побеждает Дождь Тоже Камень Ту Вообще Бред Море Тоже То есть Получается Единственное Что Ветер Давай Бром Ветер Он Разгоняет Облака Ну может И нагнать Единственное Подходит Ветер Ага Ветер Способен Разорвать Облака Ну что Может Победить Ветер Полагаю Я побежден Друг мой А Вот Мне остается Лишь уступить Так Ладно Давай Я расскажу тебе О Долиле И отрежу Это досадное ухо Ценой Которого Могут Могу Купить себе Жизнь Так Сколько Опыта Дашь Быстро Давай сюда Своё ухо Гном Ваши действия Изменили Ваше Мировоззрение К мировоззрению Злой Ааа Вас лишили Титула В качестве Благодетелей Итак Пока я Его отрежу Позволь Рассказать Что я знаю Про Ой Долилу Ну Придется его Все таки Завалить Получаться Да Потому что Он убийца детей Но Просто можно сказать Все что угодно Я не знаю Убийца детей Или нет Но Раз нам дали зло Значит мы его Сейчас завалим Давайте просто послушаем Эту ветку Диалога Она отравитель Так что Следи за ее Клинком Эсгар устроил Так что Эсгар устроил А Эсгар устроил так Что ее наняли В какой-то караван Проходивший К востоку от города Чтобы она могла Спрятаться на время Это все что я знаю Если не возражаешь Сейчас я собираюсь Покинуть тебя Да То есть Получаться мы Опять в стену уходит Да На получаться Это не интересно Мы Естественно Мы хотим быть Благодетелем Поэтому Просто Фигачи Давай просто Приветствую Я стих Да 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 Не так быстро В конце концов Тебе нужна не моя смерть А как это мы все читали Если ты сохранишь мне жизнь Тра та та Зачем мне тебя слушать Ну Хватит с меня разговора С убийцей детей Защи Сначала выслушаем А потом прикончим Мало ли это как-то нам Аукнется Так Ладно Выбрался Это все Итак Что с заключенными Та 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 Что за таланты Тра та та Какой твой вклад Пока что побег еще не удался Ну так что Ага Ага Вот и Хватит с меня разговоров С убийцей детей Защищайся Защищайся Что мол, типа Благодетель, там все дела Блин Во, может что-нибудь тут Так, это у нас получается Да, у нас тут нифига нет Ни черта у тебя нет Тяжелый арбалет Арбалет Фейварда По-моему, уже читали, как видно из-за звания Арбалет Фейварда были созданы единственно для защиты диких лесов Фаеруна Легенда гласит, что на заре созидания В каждом лесу мира был друид с таким оружием Однако следует отметить, что заре созидания Была довольно давно А те арбалеты выполнены в технике Недавнего времени Орг, пролифорг, ну такое себе Ну, по крайней мере, ухо хотя бы взяли Так, тут на... Вот, нормас, нашлось место Так, все, отлично В дупле в каком-то жил болван Вопящее ядро, вот звучит вообще прикольно Вопящее ядро Так, что у нас здесь, какой-то сундук Давай посмотрим Блин, прикольно, что вот можно это Мировоззрение Ой, 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 ой Ха-ха, да и ладно, у меня для тебя работа есть Ты тут самое, любишь сундуки-то открывать? Черт бы тебя поворал бы Подхили бы тебя только болваны А то сейчас... Ха-ха-ха, на том свете, да открывает Ну-ка давай Хорош Хрёпкий ты, падла А, короче, надо в любом случае ждать, чтобы забафаться Поэтому давайте сейчас возьмем Вот, и, наверное, подождем Давай-давай-давай, проходи-проходи-проходи Вы не можете отдыхать в это время Вот, классно сделано это, конечно Единственное только то, что вот мы добрый благодетель Но что это нам дает Вот это загадка, конечно Было бы здорово, если бы где-то это было написано Скорее всего, где-то есть, может быть Но я, прежде всего, знаю где Обалденно, вообще, я хочу Все в этот, в очередь выстрел, блин, красотища Так, главное, чтобы у нас перевес сейчас был Сколько? Ты, 4 233, офигеть, веса Ну все, гага, блин Вот под этими бафами, ребят Просто пипец Всем хана Дайлан, красный тигр Нет этих Нет повреждений Это все гг Это все гг Так, курица, курица, курица Инго Окей Инго, черт возьми Трансформация Тенсора Во, кстати, блин Кстати, прикольная тема Вот эта трансформация Энсора Блин, взял ее, ну ладно Да, она из мага превращает воина Просто дичайшего Поэтому волшебники Вообще очень универсальные, гибкие Класс Класс Так Да ладно, иди сюда Я тебя работаю Да, да, и вот еще Вот тут, пожалуйста Молодец какой Я потом тебе этот сушек куплю Чтобы покрыть, так сказать Всю твою драную броню Все эти Как сказать Неудобства Доставленные тебе Ну ладно Так Давай поговорим с Инго Странное имя Приветствую Это еще и мужик, блин Температура В конце Ночь В самый раз Для работы в поле Правда ведь, лорд? Нельзя ли тебе задать Несколько вопросов? Думаю, да Что вы хотите Уздать, лорд? Меня интересуют Недавние события Интересно В этих местах Что-нибудь есть? Ай То есть Мне столько всего Рассказывал Про то, как он тут А, тесть, господи Как он тут участок расчищал? Расскажите мне одну из историй Вашего тестя Видите, где кончаются пули И начинается лес Мой тесть говорил Нет Ой Ну Почему из всех историй Мне пришло в голову Рассказать именно эту? Если Рассказать мне Не будет никакого вреда Лично Да Как говорится Сказал Говори Вот Вон те деревья Это уже чар Вот Там люди не живут Вы можете Сотни этих деревьев Срубите А на следующее утро Проснетесь А они тут Как тут Стоят целехоньки Как будто Никто их и не трогал С этими лесами Не все в порядке Говорят Что Где-то там Деревня потеряну Душ И люди Которые туда ходили Никогда не возвращались То есть А Ты опять То есть Господи Тясть меня предупреждал Чтобы я туда никогда не ходил И я своему больцу То же самое говорю И на вашем месте Я бы туда тоже не ходил Еще что-нибудь желаете? Не могу ли ответить на вопросы События недавние? Да Это вопросы разумные Этот культ Невервинтери Вы что-нибудь о нем знаете? Ммм С неделю назад Или около того Мой сын видел Как какой-то Странный парень Шел прямиком В Чарвуд Сын поздоровался А этот тип Ему нагрубил Но он и сам В последнее время Словно бы Не в себе Что-то еще Вам показалось необычным? Да нет Кроме того Что в Чарвуд Никто не ходит В этом лесу Полно привидений Так что Понимающие люди От него Подальше держатся И давно Вы тут Фермерствуете С молодых ногтей Знаете ли Ферма принадлежала Моей жене Благослови Бог Ее душу Родители ее тут Поселились И это прям отдельная история История да Мне бы хотелось послушать Видите Так Подожди Истории Так Ага Да Так я понял Ага Это все то же самое Так Давай еще раз Быстренько Работа Вы что-нибудь знаете? Не знаю Ничего Придумать не могу Разве только Вы развеселите Мою парнишку Эрика Похоже Девочка Одил Сердце его разбило Как я и говорил О Обалденно Дневник Дополнен Отчаяния Эрика Заперся уже В комнате Подумать надо Говорит А мне уж Малость Поднадоело Работу за него Тянуть Так Кто такие Одилы? Да фермеры Дальше по дороге Мэри Пит Мэри Моя жена Дружили с рождения Пока моя жена Не умерла Я с Одилами Познакомился Когда Когда еще Только начал За ней ухаживать Это славные люди Так Что вы думаете Об этой барышне Одил? Ну Понимаете Мэри С женой Моей очень Дружили Пока росли А у А у Констанс Кроме Эрика Никого нет А это ведь Дело другое Ей бы Подружка Нужна была Так Окей Ну ладно Все Короче Пойдем с этим С парнем Поговорим Тогда Получаться Какой-то Квест Квест Вот так Давай Поперли Вот опять Домишко Маленький Маленький Сейчас Зайдем Такая Хибара Блин Охренеть Двухэтажная Просто Обалдеть Так Это все Мы читали О света И тьмы Ага Вон Андрич Стоит Это я Забираю Я не смог Выполнить Задание Ну-ка Теолан Постучись Ко в дверь Ой Боже Бедный Эрик Никогда Такого Не видал Полуорг С топором Врывается Сейчас Мы тебе Поможем В твоем Задании Полюбить Там Эту бабу Привет Кипец О Двойник Здорово Эй Что вы тебе Позволяете Почему вы Ламываетесь Комнату К человеку К человеку Зверь Так Дверь же Не зря была Заперта Кто ты Такой С ноги Выпил дверь Заходит Прикиньте Он просто В реальности Кто ты Какого хрена Вы иди отсюда Блин Кто ты Я сын Я Эрик Сын Индиго Почему Индиго Инго Ну вот Это было Очень вежливо С моей стороны А теперь Скажите Пожалуйста Зачем вы Вловились Ко мне В комнату Твой отец Сказал мне Что тебе Нужно Приободриться У меня Все штаны Приободрились Сейчас Наверное Вообще Еще Под кровать Натекло Блин После этого Блин Как вот Этот Дайлан Постучался В дверь Блин Твой отец Сказал мне Что тебе Нужно Приободриться Надо было Догадаться Что тебя Послал отец Он всегда Слишком сильно За меня Переживает Что бы то Не привело Тебе сюда Можешь Поворачиваться И уходить Если только У тебя Нет Какого-нибудь Важного Дела Так Что ты знаешь Об этом культе Который заразил Невер Винтер До нас Новости Почти не доходят С недели назад Я видел Как какой-то Подозрительный парень Шел по дороге В Чарвуд Может он из них Больше я вам Ничего сказать Не могу Прошу прощения Но у меня сейчас Голова совсем Не тем занята Вам что-то еще нужно Так на Проработу А вот А что тебя еще Тревожит Вообще-то Мне действительно Нужно Кого-то попросить Об одной услуге А вы мужчины Как раз Подойдете Хотите услышать Подробности Я никому Не оказываю Никаких услуг Я выполняю Работу Если ты мне Хорошо заплатишь За это Тогда рассказывай Ох Деловой подход Черт возьми Что А конечно Наверное Это возможно Я заплачу тебе Если ты это сделаешь Расскажи мне О какой услуге Дет речь Может Па Па Говорил вам Что в последнее время Я вроде как Малость не в себе Ну Вот Так он и половину Не знает Сердце у меня разбито Но Вся эта язва Констанс Одил Знает Что я бы Жизнь отдал За ее мизинчик И дразнит меня Ох Какой я дурак Она хотела Посмотреть на мамину Брошку Вот я ее принес А теперь эта ведьма Не хочет отдавать ее Обратно Без с ним Своим сердцем Вот если я не верну Мамину брошку Отец меня Просто шкуру сдерет Ага Значит Бабища Какая-то Какая себе Да Что такого важного В этой брошке Это все Что осталось Упа В память о маме Из всех вещей Которые я мог Ее бы показать Констанс Надо было Ограничиться Полевыми цветами Так вы Так А так вы Думаете Что сможете Получить брошь Я награжу любого Кто принесет мне ее Обещаю Как ты думаешь Что бы сказал об этом матушка Тупой вопрос Если бы она была жива Она бы Может давным-давно Сама отдала Эту брошь Констанс Но ведь мамы уже нет Понимаете Вот в чем вся проблема А не может ты просто Купить у нее брошь Вы не знаете Констанс Да кто ее вообще знает Ей вовсе не деньги нужны Она просто хочет Чтобы я ее умолял Но я не буду В конце концов Она должна понять Что человеческое сердце Не игрушка Пожалуйста Я вас щедро вознагражу Обещаю А откуда ты знаешь Что она не хочет денег У нас денег-то До хрена Мне кажется Ее это Алчное сердце Не выдержит Наше предложение Кажется Я уже вообще Ничего не знаю Уйдите Попробуйте Выкупить у нее брошь Может это и сработает Женщинам всегда Все так сложно Кстати Давайте Расскажи мне Констанс Волосы у нее Цвета спелой пшеницы Смех Словно Журчание Ручейка Глаза голубые Как небо А сердце Хватает тебя Словно Медвежий капкан И благодаря мне Дураку У нее теперь Мамина брошка Я щедро Нагружу любого Кто мне ее вернет Клянусь Так О Можем поменяться Ролями Я пофлиртую с ней Вот он мне Благодарен Вот пипец Давай Ей только Такого Как вы Не хватало Что ж Очень хорошо Но вы ведь Только брошку Вернете И все Да Ну посмотрим О боже мой Так Ладно Это сделаю Правда Она дочка Дила Которая держит Коров у водопада Делайте все Что хотите Чтобы вернуть Мамину брошь Только даже пальцами Ее не трогайте Только посмотрите На меня И все еще Беспокоюсь о ней Даже теперь Так Констанс Ты можешь дать мне Перед денег Ладно Бедного парня Бум Так Констанс Я тоже Я тоже Но продолжайте Спрашивайте Что бы хотели Так Такого важного В этой брошь Скажи мне Где ее искать Забыл Ну так Ладно Все понял А Поперли Я не знаю Может ли нам Там что-нибудь Светит Там перепадет Может Бум Натдара За злого Играть Я так думаю Да Что типа Забрать Блин Как зомби Ходит Пипец Наверное Типа как За злого Негодя Играть Посмотрим Тут тупичок Как раз Чтобы точно Знать Что мы тут Были За злого Наверное Играть Можно Так сказать Лишить Чего бы То там Чего то Там Кого Короче Ее можно Наверное Чего то Там Лишить Непонятно Чего Чего то Важного Такого Бурошку Себе Забрать Если за злодея Играть Скорее всего Так Самый Такой Напрашивающийся Вариант Ну ладно Посмотрим Батя Как раз У нее Хорошо Свалил Так что у нас Сейчас Все варианты Есть Так Где ты там Констанс Ну как раз За этой За ширмочкой О приветствую Опять ты да Я хочу поговорить С вами О брошке Эрика Это он тебе Рассказал Да что ж Я пыталась Сделать так Чтобы он Оставил меня В покое Но он Продолжал Настаивать Я сказала ему Что между нами Никогда Ничего не будет Но он Не хотел Меня слушать Я собиралась Вернуть ее Ему Если он Пообещает Оставить меня В покое Ну а теперь Она мне В самом деле Нужна Золото Которое Я за нее Выручу Поможет Папе Купить Новых коров Вместо тех Что Загрозли Волки Вот Вариант Может Вырвать Эту Несчастную Брошку Из твоих Окоченевших Мертвых Рук Благодетель Пришел Сейчас Тут Порешат Короче Все Ой Пипец Так Будь Благоразумной Инга Ценит Твою Брошь Потому что Она напоминает Ему о жене Возможно И так Но мне Дадут за нее Хорошую цену В портласти Тебе достаточно Чтобы купить Пару коров Вместо тех Которых Загрызли Волки Я Выбудр Тебя как рыба Тоже Неплохо За обычную Крестянскую Брошку Я Полюблю Тебя Навеки Ой Боже Так Ну хорошо Это Стопудово Для Взлого Деньги Это все Что для тебя Имеет Значение Слушай Моя мама Очень дружила С его Мамой Тогда Когда она Еще была Жива Если бы она Знала Как нам Тяжело Приходится Она бы С радостью Отдала Эту Брошку Ну Выкупить Да Мы можем Но мне Жутко Интересно Погоди Мне жутко Интересно Вот этот Вариант Забытий За За Обычную Крестьян Брошку Я Полю Тебя Навеки И Все Любви В мире Не хватит На то Чтобы Купить Еще Одну Корову Но Извок У тебя Хорошо Подвешен Только Ты Забываешь Что Я Первая Использовал Этот Трюк На Эрике Послушай Двести Пятьдесят Золотых Хватит Нам Для Ноздорового Быка А это Позволит Нам Восстановить Стадо Если В тебе Есть Хоть Капля Жалости Ты Дашь Мне Эту Суму Пожалуйста Ага И Почему Так Стадо Торговец Мне Хватит Прикончить Я Понял И Почему Стадо Име Такое Значение Мой Папа Скотовод И Очень Хороший Скотовод Но Без Хорошего Стада Мы Никто Нам Даже Есть Будет Нечего Ну Давай Ладно Двести Пятьдесят А идет Дайте Мне Секунду Брошь У меня В кармане Вот Она И Надеюсь Этот Глупый Эрик Научится Не отдавать Своё Сердце Так Легко А теперь Что-нибудь Ещё Нужно Нельзя Либо Мне Задать Несколько Вопросов Хочу Поговорить С вами О брошке Кто Ты Не перепало Наша Это Сказать Может Привет Своё Тут Вообще Не вариант Нам Чуть Перепало Харизматичный Толстый Главный Герой Мужчина В самом Соку Но Что-то Там Какое-то Это Жутко Алчное Сердце Этой Девахи Не выдержало Напора Вот Смотрите Какого Вода Красива Она Светка Была Гаси Волны Смотрите Она Такая Всегда Была Или Это Сейчас Ей только Сделалось Такой Нифига Прикол Это После Патча Вот Этого Ничего Зима Вот Это Прикол Можно Кстати И Ингу Нажаловаться Что Типа У тебя Сын Балаван Продал Эту Брошку Отдал Вернее Мне кажется Он его Там Всю Уши Обдерет Так Ну Давай Тебе Осталось Отдадим Тебе Брошку Привет Еще И там А 250 Да Получаться Брошу Меня Как вам удалось Победить Убедить Победить Ее И Дайлан Так Втихаря Подол Кровь Стопора Стер Да Уговорил Я ее Как вам удалось Убедить Ее Нет Не отвечайте Пожалуйста Лучше Мне этого Не знать Так А теперь К вопросу Вознаграждения Очень помогли Несчастному Которому Не повезло В жизни Вот Возьмите 650 Золотых В обмен На брошь Отлично Это очень много Ты уверен Что можешь Сидеть Так Кстати говоря Если бы Поро говорить Не знаете Так Ну давай Больше не было Просить Деньги Какой смысл Да Давай Мне кажется Может Опыта Это очень много Ты уверен Что можешь Это позволить Что-то мне Жалко Парня Этого Давай Бестолочь Конечно Ну ладно Это деньги Которые Я заработал На собственной Клочке земли Я копил их Чтобы жениться На констанс Но теперь Думаю Это было Очень глупо С моей стороны Лучше Давай Побольше Так Спасибо Ну это Уговорим Еще побольше Да получается Ее было Не так Просто Уговорить Знаете Можно было Быть И прибавить Думаю Вы заслужили Маленькую Додбавку Вот еще 100 золотых А сейчас Вам пора А мне пора Папа начнет Волноваться Если я не Волоню Наконец Его поручение Пора Пора И давай Иди отсюда Так У нас осталось Получаться 6000 6000 Вот Уже Уже неплохо Уже неплохо Так Нормас 6000 опыта Осталось И по сути У нас тут Все везде Локальные конфликты У нас тут решены Я так понимаю Поэтому Двигаемся дальше Сам Чарвуд В этот Блин Кстати Чарвуд Я думал Ой Подожди А тут еще куда-то Можно Похоже У тебя Наконец Клюнуло Джахиль Быстрее Подсекай Это Что это Кто-то Кат Ты где Предатель Где этот Где наш Этот Вон он Это кто Такие Диран Диран Нево Джахиль Похоже У тебя Наконец Клюнуло Джахиль Я избавлю Мир От этой Грязи Ты что Болван Ты кто Вообще Есть Нево Джахиль Что-то Знакомо Джахиль Джахиль Блин Что-то Знакомо Пипец А кто Это Говорит Избавить Там От Этой Грязи Такой Какой-то Демон Так Кольцо Неопределено Кольцо Магической Защиты Колдовство Плюс Два Использует Рассеет Магия Один раз День Сопроливение Заклинаем Четыре Стоит Миллиарды Просто Это Очень Защитное Кольцо Используется Пользуется Большим Спросом В городах Где Очень Часто Случаются Дуэли Между Заклинателями Таким Кольцом Даже Самый Слабый Заклинатель Может Противостоять Орков И племенами Утгарта И уже Близки К успеху Когда Они Присоединятся К нашей Без того Сильной Армии Мы будем В состоянии Основать Новую Священную Империю Не все Идет Так гладко Как хотелось Бы Поскольку Какие-то Люди Постоянно Устраивают Нам мелкие Но Разражающие Пакости Вмешиваясь В поиски Артефактов Чарводи В лесу Невервинтер И в пещерах Огров К северу Отморт Ласта Я уже Отправил Соломона Разобраться С этими Невидимками Но Он потерпел Неудачу Если Неудача Потерпишь И ты Мне придется Отозвать От текущего Задания Вардака Направить Его Последу Вардака Уже Нет Другими Словами Постарайся Преуспеть Маугрим Куратир Постарайся Преуспеть Да А так Подожди Это Все Я понял Логово Волков Так Ну Ой Так Это Тоже Все Забираю Так Ну И Все У нас Получается С этой Лес Чарвуд Насрапал Слово Берегись Окса Смотрите Какая Тут Что-то Такое Это Друидская Хрень Ладно Поперли В Чарвуд Блин Я думал Чарвуд Это Деревня Там Что-то Про деревню Говорю А тут Лес Проклятый Вот Это Прикол Так Блин Звуки Конечно Мама Не горюй Здесь О Призрак Тебе Меня Не победить Тебе Меня Не победить Можно Можно Не на меня Спасибо Большое Хорош День Нормально Пойдет И че Глазники Не выпало Еще Ну ладно Так Блин Здесь Каньоны Эти Конечно Пипец Они Перекрывают Весь этот Обзор Шмар Ни черта Не видать Какие-то Тоннели Тут Хорошо Карта Есть Вот Было бы Прикольно Сделали бы Например Вот Было бы Прикольно Если бы Сделали Например Вот Чарвуд Да Типа Лес Что Здесь Вот Постоянно Там Деревья Появляются Когда-то И срубаш Вот И Знаете Как реализовать Это Было бы Круто Карту Отрубить Вот Карту Просто Нельзя Ее бы Не было Например Либо Она Как-нибудь Неправильно Показывалась То есть Знаете Типа Что Вообще Непонятно Куда Идти Было бы Здорово Кстати Кстати Говорил Тут Наверное Позже Появится Да Я Вижу Так Да Лан 19 Сюда Так С него Пали скелеты Кстати Говорят Чуть не падает И как Сустав Скелета Вот Зараза Смотри А Десять пальцев Ни одного сустава Не упало Что за дела Пальцы там Пролокой Примут К руке Что ли Так Давайте Втроем Появляйтесь Чудо У вас там много И там еще Какой-то призрак Дайлан Давай брат Еще тут Какие-то колонны Кровавые Да ладно Ты там Справляешься Да Все Че Игорь то встал Можно Раз Пробежать Да ладно Да ладно Давай Ох Хорош Хорош Блин Дайлан Вообще Красавчик Нас же А всех Перерубил Красотища Фух Войдет Я что Бегаю Бегаю Блин Так Эй... Да, неплохо. Неплохо, неплохо. 5-800 нам осталось, обалдеть. Блин, на опыта вообще, конечно, надо. Ух ты, Дневник Исследователя. Мой красивый. Хотя эта книга сильно пострадала из-за воздействия на нее природных сил, большую часть текста, к удивлению, все еще можно прочитать. Эти страницы содержат перевод рунического языка древних нетерян. Кто бы то ни был. Судя по всему оставшаяся часть книги личный дневник неизвестного исследователя Который когда-то прибыл в этот район с целью отыскать древний нетерский храм Который он называл разваленный гур Атоля Последняя страница особенно интересна, на ней написано Сегодня я решил заночевать в лесу, что бы ни случилось в Чарводе Я знаю одно, не хочу быть в этом замешанным Тамошние жители пугают меня И так как они ничем не смогут помочь в моих поисках храма Лучше я буду полностью избегать их Однако в лесу мне будет не так, не намного лучше Мне говорили, что лес проклят, но я только смеялся А здесь такая жуткая тишина, но я не отступлю Хрена тишина, да пацан, какая-то тварь орёт Тишина, блин Но я не отступлю Тайный портал, ведущий в разваленный гур Атоля Должен быть где-то здесь И я обязательно найду его Если я прав, сокровище спрятанное Там стоит этих долгих месяцев ожидания Эээ... И какая-то колонна такая Неприметная Ну-ка Эта древняя колонна покрыта мхом И её обвивают вьющиеся растения Невозможно сказать, сколько времени она уже стоит здесь Особенный интерес представляют крупные руны На непонятном тебе языке Покрывающие большую часть колонны При помощи записи в дневнике исследователя Ты идентифицируешь эти руны Как древний неторский язык Тебе даже удается составить грубый перевод Руны написаны в углублениях В три ряда по четыре руны Нажатие Одной руны в каждом ряду Дает фразу из трёх слов Что это обозначает Неизвестно Так Нажать одной руны в каждом ряду Ага Что ты хочешь нажать руну в первом ряду? Давайте-ка мы оставим её пока в покое Ты отходишь от колонны Так как вдруг ощущаешь слабое Но ощутимое присутствие зла Окружающее её Потом мы тут всё решим С колонны Я так понимаю У нас основной Сюжетный твист Где-то здесь будет Да Вот В территории А вот с колонны Это Ой, тюрьмой 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 Ещё На, не забывайте У нас ещё есть рудники Рудники И ещё какая-то хрень Про которую я забыл Тоже не смогли мы открыть Ничего типа такого Блин, я даже забыл Про рудники точно не стоит забывать Мы туда не смогли попасть Да-да-да-да Ладно, давай Вот, туда не смогли попасть Поэтому надо что-то вот придумать О, сейчас тут, наверное, нарезаться Обычные стрелы Кстати, давайте-ка глянем Теорию, да Может быть, реально Это вибирские стрелы Просто так Не, нифига Белый всё На урон остался Всё равно белый остался Короткий меч Плюс 3 Нифига себе Это магическое оружие Улучшат атаку и урон На нём не стоит Никакого, не стоит Никакого клиника Понятно 230 дреппер Этот весом Можем таскать Вот это прикол Так, давай вот эту часть Смотрим Чтобы карта Открылась А, тут ещё и проходка Вот есть Окей Блин, вот Конечно, из-за деревьев Вообще ни черта не видать Надо постоянно табать Таб нажимать Чтобы понять Если там есть Если какой-нибудь противник Блин Может из-за деревьев Вообще ни черта не видно Это пипец Так, тут у нас тупик Да, да Тупик Поэтому у нас вот эту часть Сейчас мы её осмотрим Тогда Вот И если что В колонну У нас переход А, вот к деревне Как раз таки Чарву Вот Здесь, наверное, какая-нибудь пещера Алип какой-то Призраки Так, ты чё, блин Да ладно, давай Холп Кстати, у какой-то Алип Четырецо опыта, блин Алип Я думал, это какое-то Имя Какой-то монстр Обычный Блин, пипец Да ладно, вообще Насрань Мне кажется Босс не босс Он там просто Всех там Выкосить Тебе меня не победить Хлам вообще Блин Не только Кому надо Ну ладно Да ладно За что я тебе плачу Так Там какие-то эти Руины Опять Что-то Сколько Класс Фига Мы просто Сами по 10 Попадаем Смотри, какой он Настыр Почему Интересно Остальные Все переключаются Быстро На него На Дейлана А вот этот Теневой Демон Зараза Прям Соленопарагина Ко мне Идет Это хуй-то Пипец Это фан Ооо, критический 44 Ты чё, дурак Что ли Вот это Да Девятнадцать Весь опух Сюда Не отдал Обалдеть Так Кама плюс один Опять Кама пуля Нет Нет Так Только Давай без Ламушек Вот от этого Вообще Никак не Защититься Пипец О Дейлан У меня для тебя Работенка есть Очень Насрать Тайлану Насрать Серебряные Жерели Старый Свитер Старый Свитер Этот Древний Свитер Сильно Пострадал От времени И рун на нем Почти невозможно Разобрать Внизу От руки Написан Перевод Судя по которому Это какой-то Религиозный Текст Написанный Нетерским Жрецом К нам Скалом Наверное Поможет Это Один Отрывок В переводе Заслуживает Особого Внимания Однажды Нетер И земли Его Вновь Обретут Судьбу Свою И народ Восстанет Из древних Могил И будет Править Всеми Живущим Честно Прям Аут Хочется Сказать Потому что Безумно Можно быть первым Как там Трудно быть первым Короче Короче Что-то из Опер Из Пацанских Пабликов ВК Надписи Вот это Давно Зародилось Я подозревал Что-то Давненько Было Просто Раньше На свитках Были А потом В этом Паблике Ой Потом Это В паблике Переползло ВК Брат за брата За основу взято Вот это Вот это Все Это Что такое Фу Блин Пипец Видали Но мне вообще Ничего не было Я уж обосрался За фрукапер Так Ну Вроде как Все Да У нас тут Ничего попасть Никуда нельзя Поэтому В следующей серии Попробуем Из колонны Отгадать И наверное Уже в деревню Чарвуд пойдем А на этом Все Спасибо большое За лайки За поддержку За подписку Да ладно Так смотрит на меня Типа Вот это и вот Видимся Уже в следующей серии Всем доброго Друзья Всего самого хорошего И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok